книга открытым оком вопрос 1550 том 6 тема христос есть бог и человек поясните пожалуйста нет ли противоречия книга исход 33 11 и говорил господь с моисеем лицем к лицу как бы говорил кто с другом своим и он возвращался встан а служитель его иисус сын навин юноша не отлучался от скини и исход 33 с 20 по 23 стихи и потом сказал он лица моего не можно тебе увидеть потому что человек не может увидеть меня и не остаться в живых и сказал господь вот место у меня стань на этой скале когда же будет проходить слава моя я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моею доколе не пройду и когда сниму руку мою ты увидишь меня сзади а лице мое не будет видимо тебе как моисей мог разговаривать с господом лицом к лицу если в последующих стихах церковных службах мы разумеем что никто не может видеть лица господа что же тогда может видеть моисей что такое слава моя видит ли моисей сзади самого господа или только отблеск слава его и как вопреки указанию господа подтвержденного иисусом христом евангелие то она 646 это не то чтобы кто видел отца кроме того кто есть от бога он видел отца православные все же дерзнули изображать первое лицо троицы отвечает игнать при толковании истина нужно понять правило каким пользовались святые отцы говорю о тех чьи толкования безусловно и бесспорно божественны это главнейшие условия чтобы данное толкование не противоречило ни одному месту писания конкретно по этим стихам должны быть основные столпы стихи библии через которые ни в коем случае нельзя переходить это бог как дух не видим бога изображать запрещено и невозможно евангелие то она 1 18 бога не видел никто никогда единородный сын сущий в недре отчим он явил 1 иоанна 4 12 бога никто никогда не видел если мы любим друг друга то бог у нас пребывает и любовь его совершенно есть в нас книга исход 25 глава 40 стих смотри сделай их по тому образу какой показан тебе на горе 2 закона 4 12 и говорил господь к вам на горе и среды огня изображение бога отца в виде старца убеленного сегинами оправдывая и среды огня 2 закона 4 15 твердо держите в душах ваших что вы не видели никакого образа в тот день когда говорил к вам господь на горе и среды огня изображение бога отца в виде старца убеленного сегинами оправдывают некоторыми местами писания книга пророка даниила 7 13 видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему книга пророка даниила 7 22 доколе не пришел ветхий днями и суд дан был святым всевышнего и наступило время чтобы царство овладели святые книга пророка даниила 7 9 видел я наконец что поставлены были престолы и воссел ветхий днями одеяние на нем было бело как снег и волосы головы его как чистая волна престол его как пламя огня колеса его пылающий огонь пророка языки 1 26 а над сводом который над головами их было подобие престола по виду как бы из камня сапфира и над подобием престола его было как бы подобие человека вверху на нем послание филиппийца 2 глава 6 по 8 стихе он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу бога отца запрещено изображать на православных никто не сможет сдвинуть с этих привычек а по правде нужно было бы все эти изображения ликвидировать повсеместно и запретить изображать бога отца чтобы не кощунствовать все что говорится о видении моисеем о видении моисеем бога есть просто образное разъяснение любопытства в некоем образе все что говорится о библии что все что говорится в библии о боге духе нам никогда не вместить в свой ограниченный разум и нужно к этим описанием относиться по мерам антропоморфизма морфизма